Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Исход, 32 глава, 1 текст. Утратив понимание свободы Бога, человек создал для себя свободу, которую он может видеть и которая может идти впереди него. Французский писатель Жак Элюль в своей книге «Унижение слова» утверждает, что свобода, которую Иисус принес нам и за которую пролил свою кровь, все еще подвергается унижениям, и это происходит начиная с той реальности, которая окружала человека в начале его истории. С технологическим развитием реальность, которая окружала человека в начале, превращается в искусственную сегодня. Люди больше не окружены тем, что вещает о делах рук Божий, но все более тем, что вещает о делах рук гордости человеческой. Мы создали для себя видимую свободу, которая стала новой реальностью для нас, и которая, развиваясь, идет впереди нас, указывая нам путь, по которому нам должно идти. В 21 веке мы ориентируемся посредством огромной среды средств массовой информации, небывалой в человеческой истории. Наши жизни насыщаются телевидением, радио, газетами, книгами, интернетом, кино, музыкой, журналами. И это лишь только основная категория, к которой мы относим средства массовой информации. А ведь информационная нас насыщает абсолютно все вокруг. Все, созданное человеком, несет в себе информацию и, соответственно, имеет свое влияние на окружающих. Наша близкая дружба со свободой, созданная руками гордости человеческой, часто позволяет нам принимать ее как само собой разумеющееся. Это свобода для нас, как воздух, которым мы дышим, всегда присутствующий в нашей жизни, но редко подвергающийся нашему осмыслению. Это как хлеб насущный, которым мы питаемся для того, чтобы жить. И этим хлебом, и для этого хлеба мы живем. Мы не живем для хлеба, который предлагает нам Бог, потому что не понимаем той свободы, за которую умер Христос. Можно считать, что можно, в принципе, прожить, не задумываясь ни о чем и не задавая себе никаких вопросов. Ну, я живу и хорошо, я существую, ну, еще бы. То есть вокруг нас остается такой мир, где ты можешь просто без Бога, в принципе, ты можешь прожить. Но вопрос заключения, а свобода, мне кажется, это именно в том, что задашь ли ты себе этот вопрос, почему ты здесь, для чего ты здесь, какова твоя цель, что ты делаешь, что ты хочешь. И уже свобода в поисках ответа на эти вопросы. Когда я чувствую, что моя внутренность говорит мне, когда я тет-а-тет-сижу, что я где-то поступаю не так во многих вещах, что я иду за толпой, иногда стоит прислушаться. Это большая проблема, что мы не слушаем внутренний голос, что он нам говорит. Мы ее просто закрываем и идем по нашим желаниям, по тому, чему мы хотим. Когда Бог ко мне внутрь обращается, то я себя оправдываю чем-то и говорю, что, ну, в принципе, нормально, позитивно. Зачем углубляться в Бога, зачем углубляться в Отношениях? Ну, я ведь как бы и нормально, да? Я вроде бы и свободный от мира, да? Но страх соприкоснуться с Богом. Я думаю, что это надо осознать и слушать свой внутренний голос, что сердце говорит. А Бог говорит каждый день. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему. Куда ведет путь к свободе, который призывает нас наше Я? Куда ведет путь к свободе, который призывает нас Бог? Увидел то глаз и услышало ухо, и пришлось то по сердцу человеку, что предлагает мир любящим себя. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Хотим ли мы жить для свободы видимой, но тленной, или для невидимой, но ведущей к жизни вечной? Хотим ли мы пожать радость, или плач и скрежет зубов? Это мой и твой свободный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok